Здравствуйте! Вы смотрите новости первого карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. В ближайшие 20 минут мы расскажем вам только о главном. На днях центр Билайн заминировал 43-летний карагандинец. В Караганде открылся еще один каток. Школьники из Тимиртау делают молодежное телевидение. В Тимиртау открывается мастерская Деда Мороза, на которой можно будет увидеть не только старинные новогодние открытки и игрушки, но и санки и лыжи наших бабушек и дедушек. Наш корреспондент, один из первых, познакомился с волшебной лабораторией и узнал, какие еще необычные вещи здесь хранятся. Мастерская Деда Мороза открылась благодаря сотрудникам историко-краеведческого музея города Тимиртау. Встречать гостей будет сама Снегурочка, а Санта-Клаус уже давно уехал к маленьким детям, чтобы подарить новогодние подарки. Накануне Нового года Тимиртауский музей решил открыть инсталляцию и экспозицию «Мастерская Деда Мороза». Мы хотели, чтобы наши посетители окунулись в атмосферу советского празднования Нового года. Вы знаете, мы прежде всего музей, мы хранители истории. Сотрудники музея, покопавшись в своих архивах, нашли много интересных вещей из новогодней истории прошлого столетия. Чтобы бабушки и дедушки еще раз вспомнили свою молодость, а маленькие дети воочию увидели, как раньше отмечали самый главный праздник в году. Мастерская как бы состоит из закоуток Деда Мороза. В каждом закоутке что-то хранится. Вот в этом закоутке у нас хранятся открытки, исторические открытки. Вообще история открыта, конечно, очень интересная. Изначально открытки появились вообще в Китае, говорят, как визитная карточка. Человек приходил и писал свое имя, не более того. Но спустя годы англичанин решил на Новый год отправить всем своим друзьям знакомым открытки. Вот с этого момента и пошла история открыток. Вот эти коньки появились 50 лет назад, когда на них катались советские мальчишки и девчонки. Сегодня они находятся в фондах Кровического музея Тимиртао. В честь Нового года мастерская Деда Мороза объявила конкурс для всех жителей города Металлургов. Нужно придумать любую новогоднюю подделку, сделанную своими руками, и принести в музей. Лучшей работы без ответных даров не остается. Это может быть открытка, это может быть елочная игрушка, это может быть фонарь, гирлянда, что угодно. Просто дать волю фантазии и включить детей. И подделки приносить в историко-кровический музей в Тимиртао по адресу металлургов 28-4 до 14 января. На Старый Новый год подведены будут итоги. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. Центр Билайн заминировали. Вот такая предновогодняя шутка показалась очень удачной 43-летнему карагандинцу. Только оперативным службам она пришлась не по вкусу. Вечером 24 декабря поступил от неизвестного сигнал о минировании центра Билайн. Все оперативные службы Караганды были подняты по тревоге. Здание было отцеплено. В боевом режиме работали спасатели, пожарные, медики и полицейские. Из помещений были выведены люди. И хотя мало кто верил в реальность происходящего, все оперативные службы обязаны были проверить все здания. Несколько часов проходило обследование помещений. Бомбу не обнаружили. Предновогодняя шуточка обернулась для карагандинца нешуточным штрафом. Его обида на оператора сотовой связи в расчет не бралась. В 43 года можно уже понимать, что можно делать, а что нельзя. Предновогодняя шутка явно не удалась. В Караганде открылся еще один каток. Его организовала спортивная школа легкой атлетики. Каток открылся только вчера. Его уже опробовали около тысячи человек. Девашеватцы, друзья! На новоиспеченном катке покатались уже тысячи человек. И дети, и взрослые. Като готовили с лета, очищали территорию, разравнивали землю. Как только пришла зима, территорию залили. Такой ледяной подарок детям к Новому году. Входная цена небольшая. 400 тенге. Взрослый, 200. Детский. Кататься можно ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Помимо этого, три дня в неделю каток можно посещать бесплатно. В понедельник, вторник, среда будет бесплатно организовываться бесплатный каток. Так как мы социальный объект. Для детей малоимущих, для детей близлежащих детских домов. И для детей, именно кто занимается школой легкой атлетики. Дети уже успели и покататься, и попадать. Но все остались довольны. Раскрасневшиеся щеки, холодные ноги не мешали ребятам весело проводить время на очень скользком катке. Самый класс. Этот каток очень ладкий, хороший, ну и большой. Просторный. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Габидян Куршбеков, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. На канале «Короткая реклама». Увидимся после нее. Субтитры подогнал «Симон» Наслаждайтесь вкусом настоящего кенийского чая «Долина Нанди». «Долина Нанди» – прекрасный выбор за вами. Тревел-мания. И пусть весь мир крутится вокруг вас. Телефон 506-366. Субтитры подогнал «Симон» «Орион». Мы приносим радость в дом. Школьники Тимиртау делают молодежное телевидение. Будущие журналисты не стесняются задавать интригующие вопросы и находить общий язык со своими собеседниками. Как работают начинающие телевизионщики, знает Николай Кровец. «Отлично всё. Сложности были какие-нибудь? Нет, да, всё нормально». Главный редактор молодёжного телевидения в Тимиртау Галина Неконорова обсуждает со школьниками, какие новости они будут снимать сегодня. Предложений от молодых журналистов, как всегда, поступает много, но нужно выбрать самые актуальные темы. Операторы проверяют видеокамеры и вместе с журналистами выходят на задание. Первая съёмка молодёжного телевидения сегодня проходила около стадиона «Металлург». Здесь разные учреждения города из снега лепили сказочных героев мультфильмов. Несмотря на холодный ветер на улице, операторы вместе с журналистом ищут интересных собеседников, а потом записывают стендапы. Работа мне нравится тем, что мы можем узнать у людей их мнение, чем им нравится то, что они делают. Для чего они делают, для каких целей. Молодёжное телевидение открылось на базе Тимиртауского молодёжного клуба. Его возглавляет депутат Алексей Ломакин. По словам редактора молодёжного ТВ Галины Неконоровой, со школьниками, которые хотят связать свою судьбу с журналистикой, работается легко. Они вот пришли с определённой целью. Они хотят научиться быть журналистами, научиться снимать, брать интервью, задавать какие-то вопросы интересные. И они сами стремятся к этим знаниям, а эти знания постараться им дать не так уж сложно. Свои новости молодёжное телевидение из Тимиртау пока размещает в интернете. Видно, что ребятам работа нравится. А это самое главное, считает редактор ТМК-ТВ. Николай Кровец, Жаслана Мандыков, Первый Карагандинский. В развлекательном центре «Бегапарк» прошла детская новогодняя ёлка. На неё были приглашены маленькие карагандинцы. Дед Мороз, Снегурочка, ростовые куклы веселили детей и взрослых на протяжении всего вечера. Подробности в следующем сюжете. Что тут у вас на пятной свете? Ежегодно в развлекательном центре «Бегапарк» устраиваются новогодние праздники для маленьких горожан. Родители вместе с детьми с удовольствием приходят уже в полюбившееся место для развлечений и отдыха. Что касается слова «все маленькие жители города», то это правда. Каждый год приглашаются и те, кто имеет несколько больше потребностей, нежели обычные дети. Это ученики общественного центра поддержки граждан-инвалидов с нарушением функции опорно-двигательного аппарата «УМИД». Родители не нарадуются. Подобные яркие веселья, красочная ёлка, игрушки помогают детям. Они вместе со всеми детьми начинают развиваться. Самое главное, что они забывают о своих недугах. Если уж мама рада, то что говорить и про детей. Глаза маленьких карагандинцев разбегались в разные стороны. Они не знали, куда и смотреть, то ли на Деда Мороза, то ли на героев из любимых мультфильмов. И ёлку хотелось посмотреть и на аттракционах покататься. Под пупы, которая прыгает, там важно. Еще кому-то страху хотел сегодня пойти. Новогодняя ёлка прошла как нельзя лучше. Ни Деда Мороза, ни детей нельзя было оторвать друг от друга. Амина Смакова, Ужас Габасов, Бахтиар Аспанов, Первый Карагандинский. Подари чудо. Это так важно для детей, особенно в Новый год. Аким от города Караганды собрал на благотворительную ёлку 210 детей. Новогоднее настроение особенно важно тем, кому с детства надо уметь самостоятельно принимать решения для выстраивания своих жизненных позиций. Во дворце горняков особая ёлка. Аким городами Рамс-Магул пригласил на неё детей из малообеспеченных семей, сирот, инвалидов. Новый год – яркий взрывной праздник. От него ждут чудес и исполнение желаний. В сказке, участникам которой стали и гости праздника, всё возможно. Стали девочки в крышок, стали и примокли. Дед Мороз огни зажжёт на высокой ёлке. Наверху свиста, горы, 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 горы. Пусть не гостит ёлочка, пусть горит всегда. Снежинки, зверята, рыцари – все смешались в хороводе. Улыбки и смех, как цепная реакция, передаются прямо по воздуху. А он пахнет хвоей и подарками. Я благодарю всех за этот прекрасный праздник. Скоро сказка сказывается, да не скоро заканчивается представление. Взрослые постарались на славу. Ни один ребёнок не был забыт. Все смогли показать свои таланты. Тут хлопушки озорные и бенгальские огни. Ашкарадные костюмы, разноцветные шары. Возле ёлочки нарядные. Будем весело играть. И за стол в 12 ровно сядем Новый год встречать. Сам Акимгорода веселился вместе с Ребетневой. И, конечно, поздравил всех с наступающим праздником. Большим нетерпением ждём наступления Нового года. Ждём свершения каких-то новых чудес. Вы прекрасно знаете, какое большое внимание выделяет глава государственной, у сутана Биш, назовет детскую область. В городе строится очень много школ, детских садов, спортивных сооружений. Приобретаются новые предметные кабинеты. Всё это делается для вас, для вашего будущего, для нашего будущего. Эти ребята, несмотря ни на что, должны смотреть своё будущее не с надеждой, а с уверенностью. И в этом им помогают взрослые. Самое главное, чтобы они росли здоровыми, счастливыми. Всё, что необходимо по линии государства, оказывается при поддержке Руслутана Бишчина-Зарбаева. Пусть детишки без забот веселятся вокруг ёлки. Пусть пока заботы лягут на плечи взрослых. Эти маленькие граждане Казахстана должны вступить во взрослую жизнь с открытой душой и радостью в сердце. Новогодние праздники как раз и дают толчок к исполнению желаний. Надо только очень захотеть. Хочу сказать спасибо уважаемому Акиму за то, что появил внимание к нам, детям. Мне на празднике очень понравилось. Было шумно, весело. Все приглашённые на праздник получили традиционные сладкие подарки и игрушки. В детстве так приятно, когда о тебе заботятся и устраивают сюрпризы. Спасибо всем за этот хороший праздник. Поздравляю всех карагандинцев с Новым годом. Новый год настаёт. Всех нас ждут великие дела и свершения. Сергей Высокосов, Габиден Куршпеков, Бахтия Русфанов, Первый карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. На этом наш выпуск подошёл к концу. Спасибо за внимание. Смотрите нас завтра в это же время. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Всего вам всего. Болезда. Редактор субтитров А.Семкин